Проверить хостелы прокуратура Ленинского района решила после того, как наши новости рассказали о нарушениях, обнаруженных в ходе журналистского расследования. После нашего репортажа региональное управление МЧС выдало владельцу Урфина предписание – хостел закрыть. Он находится в полуподвальном помещении, а это грубое нарушение требований пожарной безопасности. Интересно, кто вообще разрешил открыть хостел на цокольном этаже, ведь по нормам учреждения гостиничного типа должны располагаться не ниже первого. И если бы не наша бдительность, кто знает, не повторилась бы в саранской трагедии пермской карамели. Мы проверяли хостел Урфин, который предварительный просмотр находится в подвальном помещении, что категорически запрещено нашим нормативным документом. Было выдано предписание, чтобы хостел Урфин прекратил свою работу в данном помещении. Проверили и хостел Грин. Выяснилось, что запасной выход этому заведению не требуется, так как оно рассчитано менее чем на 20 постояльцев. К тому же тут есть большие окна, которыми можно воспользоваться в случае опасности. Но и здесь, благодаря внеплановой проверке, удалось выявить нарушение. Было выявлено то, что в коридоре нет аварийного освещения и не происходит дублирование сигналов пожарной охраны. На недостаточное освещение указал и эксперт Роспотребнадзора. Хозяин хостела заверил, что как раз собирается заменить люминесцентные лампы на светодиодные. И по закону у него есть месяц, чтобы выполнить свое обещание. В данном хостеле по программе производства контроля не делаются все анализы. Не в полном объеме. Не выполняется за 2019 год освещенность в спальных корпусах не делалась. И микроклимат. Это надо обязательно. Особенно в зимнее время. Продолжили проверку в хостеле Лайм, больше известном как Лайк. В январе он сменил хозяина и название. Вот только вывеску пока не заменили. Но больше всего сотрудников Республиканского управления Роспотребнадзора удивило не это. И даже не то, что владелец заведения, он же ответственный за пожарную безопасность и все остальное. По документам еще и единственный сотрудник хостела. А то, что у него при этом нет медицинской книжки. Вообще один силу я. Света ли книжка у вас есть? Даже света ли книжка. Я понимаю. Не оказалось в наличии дезинфицирующих средств для уборки. Нет даже специального помещения для их хранения. Ведра и швабры стоят в коридоре. Поэтому в отсутствии опасных микробов в местах общего пользования специалисты, мягко говоря, усомнились. Программа производственного контроля есть, но нет медицинских книжек. Это уже нарушение. Это уже протокол по 6.3. Также есть нарушение. В наличии не оказалось дезсредств. Помещения, где разводятся дезсредства, тоже нет. Зато с точки зрения противопожарных требований все в норме. Новенький огнетушитель, дымовые извещатели и запасной выход в наличии. Осталось навести чистоту и получить медицинскую книжку, чтобы постояльцы чувствовали себя в безопасности. По результатам проверки будут составлены соответствующие акты, после чего при наличии оснований будут приняты меры реагирования, направленные на устранение военных нарушений и будет рассматриваться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. А мы в очередной раз убедились, что внеплановые проверки куда эффективнее плановых, которые проводятся один раз в несколько лет. Уж слишком много воды может утечь за это время. Людмила Чекал, Александр Данилов. Наши новости. Продолжение следует...